Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Amarkets с торговыми идеями, где каждый день мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь. Это рекомендации с упором на технический анализ и фундаментальные заметки, посты, главные новости, тоже как еще один аргумент в принятии решений. Ну что ж, сегодня эстафету монетарной решительности, скажем так, перенимают банки Европы и Англии. Соответственно, заседание Банк Англии Европейского Центрального Банка по хронологии. В 12.00 у нас отчитается Банк Англии, потом в 13.15 будет решение по ставке со стороны ЕЦБ и спустя 30 минут после этого, в 13.45 время GMT, состоится пресс-конференция главы Европейского Центрального Банка Синлагар. Соответственно, эти события будут основой для волатильности в рамках текущей торговой сессии и поскольку изначально мы понимаем, что они могут спровоцировать мощные движения, я не могу не коснуться темы обязательного контроля рисков, друзья, соблюдения правил риска-реворта, которые жизненно необходимы, опять же, на финансовых рынках и я надеюсь то, что вы знаете основы управления капиталом. Если в этих понятиях есть какие-то пробелы, вы всегда можете обратиться к вашим персональным менеджерам компании Амаркетс, либо задать такие вопросы в техподдержке и даже написать в комментариях к постам в Телекраме, я думаю, что наши специалисты вам, точнее я уверен, обязательно помогут. Что касается вчерашней торговой сессии, индекс доллара и в принципе американская валюта, с учетом того, что мы ждали итоги заседания американского регулятора, на самом деле расчет был на то, что движения будут более интересными, но после скачка волатильности вверх-вниз, я думаю, вы заметили это буквально по всем финансовым активам, инструменты по сути сейчас стабилизируются рядом с теми уровнями, на которых они были до заседания американского регулятора. Индекс доллара как котировался в районе 104 пунктов, так там и остается. Я очень рассчитывал на то, что после выхода данных по инфляции во вторник, когда, как мы помним, ноябрьские цифры были, индекс потребительских цен снизился с 7,7 до 7,1%, и также просела базовая инфляция со 6,3 до 6%, у Федрезерва не останется выбора, кроме как признать то, что действительно уместно сейчас и дальше активно снижать темпы ужесточения монетарной политики, потому что вроде бы как прошлые решения, 4 решения роста ставки на 75 байсетых пунктов подряд, уже начинают приносить свои плоды. И очень надеялся на то, что сегодня, когда у меня будет возможность выступить перед вами, друзья, у меня появится повод с отсылкой уже на Федрезерва сказать, что вот теперь мы точно знаем, что будет с курсом американского доллара, и теперь понятно, что доллар не имеет какой-то мощной основы для дальнейшего восходящего движения. Но оказалось, собственно, как и всегда, не все так просто. Потому что после заседания американского регулятора осталось даже больше вопросов, чем ответов. Да, ФРС повысил процентную ставку на 50 байсетных пунктов. Это не 75 байсетных пунктов, как было на предыдущих заседаниях. Но то, что ставку должны были поднять на 50 базисных пунктов. Мы к этому готовились уже давно, в принципе, знали еще за практически два месяца до этого. И это событие было максимально ожидаемым. Нас изначально интересовали комментарии главы американского регулятора Джерома Пауэлла. И вот я несколько тезисов для себя обозначил, хочу ими с вами поделиться. Со ссылкой на комментарии Пауэлла. То, что ставка еще не достигла ограничительного уровня. Мне кажется, это очень важный посыл. Инфляция остается высокой и серьезной проблемой для американской экономики. Если ситуация ухудшится, то Федрезерв, американский регулятор, легко пересмотрит уровень максимальной процентной ставки. И тут мы возвращаемся к первому тезису, который предполагает, что ограничительная ставка еще не достигнута. Ставки будут оставаться высокими в течение длительного периода времени. И ровно до тех пор, пока американский регулятор не решит, что снижение инфляции, которая фиксируется в последние месяцы, является устойчивой тенденцией. Ну, то есть, другими словами, можно сказать, что ФРС, даже после ноябрьских цифр по инфляции, не уверен в том, что эта тенденция продолжится и дальше. Поэтому главный вывод, который сейчас нужно сделать, то, что американский регулятор, который, по идее, мог бы отказаться от жесткой монетарной политики и начать нам подсвечивать возможности для ее смягчения в будущем, этого не сделал, друзья. Это значит, что ФРС будет повышать ставки в феврале, в марте. Ну, потом мы уже, собственно, вернемся к дальнейшим перспективам. Это, по сути, будет конец первого квартала 2023 года. Но на текущем этапе американский регулятор пока что склонен проводить чуть менее, но по-прежнему жесткую монетарную политику, что, по идее, должно сохранять интерес среднесрочный, как минимум, к позициям доллара. Индекс американской валюты, повторюсь, сейчас в районе 104 пунктов. Если мы посмотрим на текущую торговую сессию, мы увидим то, что индекс доллара начинает расти. То, что индекс доллара не обвалился после оглашения итогов заседания Федрезерва и на фоне пресс-конференции Павла, это тоже говорит о многом. Я допускаю, что прежде чем все-таки рынок обозначит основу, найдет основу для еще более значительного снижения, мы увидим коррекционный откат выше 106-107 пунктов. Вот как раз этот сценарий лично для меня в ближайшее время будет основным. Я полагаю, что так себя актив и поведет. А к идее продаж курса американского доллара можно будет вернуться уже в начале следующего года, еще раз оценив все за и против. По золоту, друзья, снижение, поскольку индекс доллара локально восстанавливается и сейчас я вчера вам подсвечивал необходимость все-таки закрытия сделок, потому что есть риск неопределенности и в преддверии заседания Федрезерва. Надеюсь, что вы прислушались к моему совету и золото выше. Я по-прежнему на текущем этапе не вижу хороших условий, чтобы заходить в золотые контракты, покупая, либо делать ставку, у нас лучше лежаться от этого рынка подальше. Нефть 82 доллара за баррель. Здесь я считаю, что рост этого актива продолжится. Опять же, причины много раз уже называл. Это смягчение ковидных ограничений. Потолок цен в районе 60 долларов за баррель. Ответные меры России. Ну, понятно, что ответными мерами может быть лишь какой-нибудь официальный документ, который будет предполагать официальный запрет на поставку нефти в те страны, которые поддерживают новую политику ценообразования. Еще один фактор поддержки для котировок бренда и WTI – это временная приостановка работы нефтепровода Кейстом в США, через который экспортировалось почти 600-650 тысяч баррелей в сутки. Это много. И позитивный фактор – вчерашний прогноз Международного аналитического агентства по росту спроса на нефть в этом году на 140 тысяч. Среди негативных факторов можно отметить рост запасов нефти в США и плохую статистику по промышленному производству, которую мы получили в китайской экономике сегодня утром. Но, на мой взгляд, все же баланс сейчас на стороне покупателей. У них больше доводов и причин сохранить лидерство и удержать нефть на более высоких ценовых значениях. Поэтому я разделяю прогнозы Citi, Morgan Stanley, Bank of America и Deutsche Bank о том, что к концу этого года мы увидим легкое восходящее ралли по рынку нефти выше 85 долларов за баррель, а уже в следующем году будем ловить активы еще выше. Сегодня я рекомендую обратить внимание на европейскую валюту. Котировка сейчас 1,0647, но сегодня заседание Европейского центрального банка. Мне интересен даже не факт того, что ЕЦБ снова повысит процентную ставку. Я даже допускаю, что он ее повысит, так же как и ФРС, не на 75 байсных пунктов, а на 50 байсных пунктов. Но важнее является то, что сегодня ЕЦБ должен впервые анонсировать начало сокращения баланса на 5 триллионов евро, накопленное за время пандемии. И это, по идее, очень серьезное подтверждение жесткого курса монетарной политики, что в моменте может привести к значительному интересу к евро как инструменту и тому, что мы можем протестировать сопротивление 1,07 и 1,0750. Но опять же, это краткосрочная сделка, потому что, как я отметил, по индексу доллара я уверен, что среднесрочные мы можем вырасти. И индекс доллара останется основной рекомендацией. Европейская валюта – это краткосрочный посыл с учетом текущего фундаментального нафона. Также по вашим комментариям, друзья, я видел, что очень многих интересует газ. Сейчас котировки в районе 6,4. И здесь хочу обратить внимание, что по прогнозу Международного антического агентства объем поставок трубопроводного газа, российского газа в Европу, может в ближайшее время сократиться вдвое до 60 млрд кубических метров, а в следующем году и вовсе быть остановлен. Я считаю, что это не просто вероятно, это так и произойдет, потому что одна из последних инициатив Запада против российских углеводородов – это определить и установить потолок цен и на газ. Пока что решения нет, в понедельник должны были договориться, компромисса не было достигнута, переговоры продолжатся. И в ближайшие дни все-таки этот потолок цен на уже газовое сырье будет установлен. Я думаю, что без поставок российского газа дефицит предложения превысит 50 млрд кубических метров. И, соответственно, этот дефицит, точнее, как угроза этого дефицита, она точно реализуется, как только будет принято официально и сделано официальное заявление по решению о потолке газа на российский данный сорт и бит углеводородов. Поэтому в качестве средней долгосрочной цели по газу легко можем увидеть 7,5 и 8,5. И думаю, что это уже перспектива первого квартала 2023 года. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!